В Югорском комплексном центре социального обслуживания населения у пожилых людей-инвалидов всё расписано по минутам. С самого утра медосмотр. Врач замеряет давление и узнаёт, как самочувствие в целом. По его словам, очень важно внимательно выслушать всех подопечных и дать несколько полезных советов. А дальше все получатели услуг реабилитационного отделения расходятся по различным занятиям. В спортзале не делают ставку на большие нагрузки. Главное, чтобы все желающие размялись и получили заряд энергии. Между дел можно сыграть партию-другую в шашки. Всё нравится. На тренажёрах, музыкальными, на трудах, скандинавской ходьбой. В творческой мастерской каждый увлечён своим делом. Кто-то раскрашивает, кто-то изготавливает шкатулку или занят алмазной мозаикой. В основном сейчас все заняты изготовлением сувениров к Пасхе. Те, кто пришёл в комплексный центр однажды, всегда возвращаются. Так Людмила Дмитрикова уже в этом году посещает центр третий месяц подряд. Во-первых, общение. Это много значит. Общение с добрыми людьми. Во-вторых, мы раз в неделю по четвергам в бассейн. Это вообще тоже изумительно. Во-вторых, тоже с психологом. Это тоже немаловажно. Потому что мы все уже в таком возрасте здесь же или пенсионеры, или инвалиды. В таком возрасте, что уже память тут помню, тут не помню. И какие-то тренинги с нами, занятия нам показывают, подсказывают, что именно делать для того, чтобы у нас память, скажу, чтобы не ухудшалась. Смену отделения социальной реабилитации и абилитации способно принять 40 человек. Но желающих всегда больше. Поэтому 50 человек, принятых в апреле, пришлось разделить на две смены. До обеда сюда приходят на занятия пожилые люди-инвалиды. А после обеда – молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Для вакцинированных граждан посещение бесплатное. Для всех остальных есть возможность оплаты частичной или полной. В связи с новыми реалиями в центре добавили и постковидную реабилитацию, восстановление как психологического, так и физического здоровья. Учитывая то, что большинство вакцинированных граждан всё-таки перенесли новую коронавирусную инфекцию, у нас обязательно включён в курс реабилитации – это дыхательная гимнастика, массаж всё-таки области грудной клетки, спины. То есть мы стараемся сейчас максимально сделать упор на дыхательную систему. Это и распевание звуков, чтобы у граждан дыхание это работало. Каждую среду отряд активных пенсионеров отправляется на полуторачасовое занятие скандинавской ходьбой. Но, как известно, в этом деле главная правильная техника. Поэтому все подопечные центры сначала слушают инструктаж от тренера и задают интересующие вопросы. По словам руководства, с каждым месяцем количество желающих посещать реабилитационный центр возрастает. Есть те, кто уже записан на май и на летние месяцы. Но по правилам получить услугу один человек может не более трёх раз в году.